Ну что, друзья, сейчас я иду к Сретенскому монастырю для того, чтобы отправиться в очень необычную поездку на русский север вместе с православными волонтерами. Такая история. Сейчас в Москве идет проливной дождь, но я не думаю, что на русском севере погода получше. А вот автобус, кажется, да. А пока никого нет. Надо сказать, что термин «православные волонтеры» до этого момента вызывал у меня огромное количество вопросов. Но я подумал, что те ребята, которые отправились на край России, чтобы там осуществить свою миссию, ну точно искренне, и с ними можно будет честно все обсудить. Так я попал в эту экспедицию. Начинаем мы нашу экспедицию во Псковской области и ее окраина. Поговорим с местными жителями, с волонтерами, которые здесь делают добрые дела, наверное. Здесь родился князь Владимир, княгиня Ольга, и говорят, что вообще Россия начинается именно здесь. Русский север – это вполне себе сформировавшийся бренд для современной России. Интернет наполнен фотографиями уникальных деревянных церквей. Оттуда к нам приходят всякие экологические продукты. Там, как кажется, из Москвы есть какая-то особая атмосфера и связь с предыдущими поколениями. Утро в деревне Ям. На улице кажется прохладно, но у нас тепло, камин. Сейчас мы поедем дальше. Исследовать Псковскую землю. О, на улице дождик. Моросит. Да, на самом деле прохладно, но здесь главное утеплиться и не замерзнуть. Ну что, вперед в наша экспедиция. Подобные поездки в Архангельскую область проводятся уже 9 лет. А вот Псков впервые присоединился к программе. Обычно цели таких православных движений – это богослужения, просветительские беседы и поддержание храмов. Это, конечно, присутствовало, но помимо миссионерского аспекта, проект уделяет огромное значение различным концертам и фестивалям для жителей российской глубинки, а также детским программам. А чем миссионер занимается? Проводит всякие конкурсы, игры. Рассказывает нам много интересного. По большому счету, а речь идет о своего рода культурном обмене. Городская молодежь делится с местными жителями своими талантами и энергией. А взамен имеет возможность приобщиться к самобытной русской культуре. Ну или понять, что все-таки за пределами МКАД им пока тяжеловато. Многие волонтеры отправляются в подобные поездки уже не первый раз. И для них именно такой активный отдых, совмещенный с трудом в команде единомышленников, оказывается лучшим вариантом. А для кого-то такая поездка становится тем событием, которое порой меняет мировоззрение. Родная земля – это большой проект, большое количество участников, которые решили свой отпуск, свое время, свои средства материальные, моральные, физические затратить на то, чтобы послужить Богу и людям. Большой коллектив, который отдает себя, встает в 6 утра, что приготовит на группу паломников, которые приезжают к нам из других деревень, ложится в 12, потому что готовится к мастер-классу или концерту. Пишет проповеди накануне много-много другое. Мы приехали сюда и как раз на родную землю, чтобы была связь между столицей и другими городами. Интерес был не только к мегаполисам, но чтобы мы понимали, что жизнь не только заключается в Москве и Петербурге, но и также в Обскове, Верхангельске и других городах, что это все наша Россия. Мы не стремимся ездить за границу в свой летний отпуск, а стремимся все-таки что-то сделать для своей родной земли. А почему не за границу? Потому что хочется положить силы здесь, сделать лучше это место, свое родное. Среди участников проекта, а их к слову приехало, более 100 человек. Студенты, выпускники и преподаватели столичных вузов, педагоги, искусствоведы, биологи, юристы, специалисты в области IT-технологий и, конечно же, семинаристы. Студенты псковских вузов и выпускники также влились в общую команду. Зачем вообще ребята едут в такие далекие края? Зачем нужна эта экспедиция? На эти вопросы никто лучше организатора отца Иринея нам не ответит. Мы хотели презентовать нормальную, хорошую молодежь, для которой естественно и в храм ходить, Богу молиться, естественно, сочинять стихи, естественно, писать музыку или ее исполнять, естественно, проводить какие-то творческие мероприятия для детей, беседы, или просто помогать при благоустройстве храма, территории, помогать местным жителям, посещать ветеранов, вот, или людей с ограниченными возможностями. Итак, мы хотим и мы ожидаем, чтобы окружающие люди и, прежде всего, подрастающее поколение школьников, которые здесь, на Псковской земле, учатся, они увидели, что есть эти самые белые вороны, которые не испачканы, не испорчены, которые летают высоко и могут многое. В этих поездках молодые люди открывают для себя не только новые места и новые эмоции. Порой за эти две недели, что длится поездка, человек познает самого себя, с самой неожиданной для него стороны. Там душа как-то очищается, очищается от тишины, которая там есть, от отсутствия интернета, которого нет нигде почти, от того, что ты можешь со своим другом просто пообщаться, не через телефон, там, ватсап, еще что-то, а вот он рядом с тобой, нету сети, только есть сеть вот между тобой и другом, ты общаешься, ты общаешься с людьми, ты узнаешь, какие они на самом деле есть, что это не только куда-то спешащие вечно москвичи, которые про улыбку вообще все забыли, наверное, а что здесь вот ты приезжаешь и тебе искренне улыбаются, тебе искренне пытаются помочь, тебе искренне рады, действительно, и вот такую чувствуешь искренность, и вот как-то этим так душа наполняется, что понимаешь, что невозможно без этого проекта вообще жить. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok